Привет! Как дела? Сегодня, в день рождения Петра Первого, которому исполнилось 350 лет, мы с вами посетим Бал Цветов. Фестиваль продлится три дня, целые выходные, и мы с вами увидим огромное количество цветов. Несколько платформ с цветами будут представлены на площади Островского в Санкт-Петербурге, и будут какие-то представления. Пошли посмотрим. Итак, я попала на открытие фестиваля. В ярких красках были представлены различные икебаны. Ну и естественно, весь фестиваль был посвящен Санкт-Петербургу, а также его основателю Петру Первому. Несколько платформ утопали в цветах, девушки в нарядах танцевали рядом с платформами, а также были какие-то скульптуры и картины, представленные здесь на площади Островского. Итак, вот сейчас перед вами вы видите девушки в виде расстральных колонн, танцуют напротив главного символа Адмиралтейства, вот этого вот кораблика, который является одним из символов Санкт-Петербурга, а также скульптура Петру Первому, которая стоит напротив Адмиралтейства на Дворцовой набережной. Также была платформа с орлегинами и какими-то фрейлинами или императрицей будущей. Их было так много, что я не совсем поняла, кого они представляли. Но мне же лично очень понравились вот эти вот парящие маски, так скажем, потому что я всегда мечтала попасть на венецианский карнавал, и мне вот эти вот на палке парящие куклы напомнили именно венецианский карнавал и как-то вот окунули меня почему-то в Венецию. Ну, не зря говорят, Санкт-Петербург это северная Венеция, так что немножечко коснулись и итальянской праздничной культуры. Не знаю, с чем связаны эти маски, венецианские именно это маски в Петербурге. Но насколько я видела фотографии, потому что я впервые, честно говоря, попала на этот фестиваль. Все в Лондоне было, а потом пандемия. В общем, не было, не проводили фестиваль в последние два года. И насколько я видела на других фотографиях прошлых лет, там всегда присутствовали вот такие вот орликины или венецианские маски. Мне они очень понравились. Я прямо надолго там зависла и снимала их парящих в небе. Интересными мне показались экибаны, оформленные в качестве живых картин. Петр Первый, по-моему, Екатерина Вторая, в общем, такие достаточно интересные. Они замирают на какое-то время, а потом оживают. Ну, там, затекли мышцы и поворачиваются там в ту или в другую сторону. И ты сначала думаешь, что это просто как картины выставили, а потом понимаешь, что это живые люди. О май гад, это было так интересно. И многие люди прямо надолго зависли именно над этим стендом, над этой платформой. И даже я слышала, женщина звонила своему какому-то знакомому, видимо, художнику, и рассказывала, как это вот все происходит. Ну, а также мне лично очень понравилась платформа, которая называется Летний сад. Тоже живые скульптуры, замирали, шевелились. И все было оформлено в таком нежно-зелено-белом стиле, немножечко желтоватом, таком кремовом стиле. На фоне Александрийского театра выглядело просто шикарно. Я даже немножечко снизу взяла ракурс, чтобы и театр вошел в кадр. Очень интересно мне показалась платформа в красно-золотом таком виде. Девушка в шикарном венце с зонтиком стояла и кланялась зрителям, улыбалась. И пажи. Достаточно интересные у них такие парики были. И шляпы в виде корабликов меня заинтересовали. А также башмаки. Вот как они выглядели, вам показываю. Ну и платье, и зонтик, и вообще все одежды, оформленные в цветы, выглядели просто шикарно. Я любовалась каждой деталькой наряда, допустим, вот этой вот девушки. Конечно, жара была страшная. На солнцепёке стоять вот в таких вот достаточно тяжелых и нелегких костюмах. Даже руки у нее уже загорели. Было очень тяжело. Я понимаю, конечно, актеров и персонажей, которые просто... Субтитры сделал DimaTorzok С вальса цветов Петра Ильича Чайковского Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок